МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, мои дорогие! Александр Ленковский с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания, программа «Что происходит?». И знаете, вот больше ни о чём не хочется говорить в эти предновогодние дни, кроме как о бюджете. Вы можете смеяться, на самом деле, но вот традиционно Украина принимает бюджет, что называется, под ёлочку. А бюджет страны, то есть те деньги, которые страна будет тратить, невозможен без налогов, потому что у государства нет других денег, кроме тех, которые оно собирает с вас в виде ваших налогов. Вот о налоговом кодексе мы сегодня поговорим с Ольгой Богдановой, главой Налогового комитета общественного совета при Министерстве экономики Украины. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, значит, завтра, 17 декабря, Верховная Рада соберётся в неочередную сессию. И вот как мы узнали из совместного заявления президента и премьер-министра, и главы парламента, которая была вчера опубликована, приоритетами этой сессии будут налоговый кодекс и бюджет на 2016 год. Перед этим, 15 декабря 2015 года, министр финансов, госпожа Ереська, собрала пресс-конференцию, чтобы рассказать о планах правительства на следующий год и о компромиссе вокруг налоговой реформы. Давайте послушаем. Что до питания, что до компромисов? Мы сделали компромис и по спецрежиму ПДВ, и по спрощению системы. И цей компромис был представлен на НРР президентом Украины, был приняты кабинет министров Украины в податковой реформе и был одобрен или приняты на НР Реформе. Мы уже больше по надходениям не можем уменьшить, потому что мы уже это все сбалансировали. Очевидно, если депутаты прийдут с пропозициями, чтобы дальше уменьшить витрати в перший час, то можно смотреть на все другие возможные изменения по надходениям. Но вопрос, что до надходения, не можно оборудоваться без балансирования. То есть я всех прошу понимать, что любые изменения в надходения потребуют другую изменения в выдатках. Абсолютно логично. Конечно же, надо жить по средствам и тратить денег ровно столько, сколько собрали. Вот об этом мы сегодня поговорим еще с Ольгой Богдановой, главой налогового комитета общественного совета при Министерстве экономики Украины. Ольга, скажите, пожалуйста, первый и самый главный вопрос. Госпожа Ереська говорит о том, что завтра будет рассматриваться этот налоговый проект, будет рассматриваться в первую очередь ее, я так понимаю. И этот какой-то налоговый проект, он уже компромиссный. Так интересно, она сказала, компромиссный, да, заявил президент, уряд погодов. А у кого-то еще спросили, а у кого-то это, собственно говоря, у страны. Это у тех, кто выбирал депутатов. Это у тех, кто дальше назначал через депутатский корпус правительства, а у этих спросили. Вот у этих не спросили. У депутатов, например, хотя бы, да. Ну и у депутатов тоже. В частности, у меня большие сомнения, что завтра наберется необходимое количество голосов для того, чтобы даже в первом чтении поддержать медфиновский законопроект. Потому что по части компромисса по спецрежиму, ну да, его еще на год продлили на особых условиях, но для спецрежимников была очень важна прозрачная процедура возвращения. Вы сразу в детали ушли. Давайте вообще, давайте с самого начала. Значит, есть два налоговых проекта. Проекта реформирования или, не знаю, просто как бы какое-то ретуширование этого налогового кодекса. Первый – это проект госпожи Ересь, когда Министерство финансов Украины. И второй – это так называемый налоговый комитет проект, да, номер 3357. В чем их главное отличие? Может быть, вы вообще абсолютно одинаковые вещи предлагаете? Нет, достичь компромисса на самом деле между двумя этими законопроектами невозможно. Почему? Потому что в эти законопроекты заложена совершенно разная философия, разная концептуальная основа. Если говорить про Минфиновский законопроект, то он изначально базировался и строился на компенсаторах. То, о чем, собственно говоря, сейчас сказала госпожа министр финансов. То есть она четко сказала, что если мы где-то снижаем ставку, уменьшаем базу налогообложения, значит, в другом месте мы должны ее расширить и увеличить. Да, с правого кармана вынул, в левый переложил. Или снизить расходы. То есть на системе компенсаторов. Об этом пока речь не идет. Если мы с вами посмотрим бюджет, то никаком снижении расходов у нас вообще речь не идет. И это тоже очень интересный момент, потому что мне кажется, что наш министр финансов готова к тому, чтобы срезать, урезать налоги. В частности, провести реформу пенсионную, провести реформу здравоохранения, системы образования. Вопрос в том, готовы ли наши министры. А они не готовы. А почему не готовы? А потому что мы не готовы перестать воровать, потому что мы не готовы перестать брать откаты, потому что мы не готовы убирать с бюджета заложенную квоту на наши откаты и на наш интерес. И в этом контексте, я думаю, что нету и такой мощной, и хорошей поддержки со стороны именно правительства. Если теперь говорить про концептуальную основу законопроекта госпожи Южаниной, то этот законопроект не рассчитан на компенсаторы, то есть он был рассчитан на детинизацию, на развитие предпринимательства и рост экономики. Вопрос за счет чего может это произойти в Украине? Безусловно, один из аргументов это и снижение налоговой нагрузки, и изменение правил игры и взаимоотношений между фискальными органами, вообще любыми контролирующими органами и бизнесом. Это и принципы стабильности, и самое главное, что налогоплательщик может получить взамен на уплаченные налоги, ведь это тоже важный критерий. Вот это концептуальная основа второго законопроекта. Поэтому как-то и говорить, что есть между ними компромисс, это неправильный подход. Есть точечный компромисс, и этот точечный компромисс, он действительно касается ставок налогов. То есть если сразу Министерство финансов, у нас его так и называли, Минфин все по 20, потому что НДС 20, ЕСВ 20, НДФЛ 20, все по 20, то сейчас достигли компромиссов снижения некоторых ставок. В частности, налог на доходы физических лиц предполагается с 2016 года 18% ставка, с 2017 года снижение до 17%. И снижение по налогу на прибыль с 18% до 17%. При этом единый социальный взнос остается на уровне 20%, НДС остается на уровне 20%. По ЕСВ, вы знаете, уже тоже много раз говорили, что у нас и сейчас уже в законе заложена возможность применения понижающего коэффициента с 1 января 2016 года без каких-либо обязательных критериев. И, собственно говоря, бизнес бы и так получил это снижение. То, что касается спецрежимников, ну да, на 17 год их трошки продлевают, но в любом случае отмену спецрежима не избежать, потому что это договоренности с МВФ. То есть мы можем этот момент и тянуть, но... Давайте я предлагаю послушать, еще больше всего эти изменения касаются также тех, кто предлагается в налоговом кодексе, кстати, и в 33-57. И в кодексе, который завтра будет вынесен на обсуждение, на голосование кодекса от Министерства финансов, это плательщики единого налога, малый бизнес, упрощенцы. Вот что по этому поводу говорит министр финансов госпожа Анн Ереська. Что до спрашивания системы и что до взагалі вплива каких-то змін на втінь, виходите из тінь, входити в тінь, я никакие такие пропущения не делаю, ни позитивные, ни негативные в бюджете, потому что это не можно враховывать. И это не соответственно, заразь враховывать ни плюсы, ни минусы с того точки зрения. Как раз система бюджетирования потребует дивиться на реальную ситуацию и прогнозировать звезд там. Я впевнена в том, что какой-то выход из тінь будет через то, что мы сменшили ССВ суттєво, понад половину. Что до изменения в спрашивании системе, я бы сказала, что я не ожидаю, что будут входить в тінь. Можливо, кто-то будет, я не могу сказать, но я не думаю, что эти изменения, которые были сделаны, я думаю, я впевнена, что эти изменения, которые были сделаны, они справедливые. И что они обдуманы, и что они перехидные. То есть ситуация с объединением группой 2 и 3, обмеженность до 2 млн грн. обороту, перехидный период использования коэффициентом 0,85 и в 2016 и в 2017. В 2017 году, что до рахования оподаткованной базы прибудковость, это все абсолютно возможно. Воно не есть в 13 разів збільшения. Для большинства из платников это не есть. Кількость, которая выходит из спрашивания системы, через то, что юрособи и те, которые заработают больше, чем 2 млн грн, мают выходит из спрашивания системы, очень небольшая. Она меньше 5% от количества, которые сейчас заработают в спрашивании системы. Вот Наталья Яресько нас убеждает в том, что все не так страшно. А вот что думает по этому поводу Ольга Богданова? Ну, Ольга Богданова думает, что упрощенку трогать вообще нельзя. Я думаю, что завтра будет начало. Это, вот, простите, тоже будет очень откровенно. Вот в этом законопроекте уже, да, за последние дни, мне кажется, свои интересы соблюли все, да, и сельхозы, и добытчики, и многие другие сектора экономики. А вот как раз микро и малый бизнес, они остались не в удел. А сколько этого микро и малого бизнеса в Украине? Ну, на самом деле мы сейчас говорим с точки зрения самозанятости. И эта самозанятость, это порядка, ну, если говорить про физических лиц, да, то есть это порядка там 3 млн людей, которые завтра могут оказаться на шее у государства. То есть сегодняшняя их задача у нас, посмотрите, обратите, у нас как 90-е года. Так, а в чем проблема? Ну, министр финансов поедет на Запад, ей дадут там еще денег, допустим. Она как бы их раздаст. Украина станет просто больше долг. Я не вижу никаких проблем, на самом деле. Ну, давайте опять вернемся к вопросу о том, что мы за развитие предпринимательства. Зачем? Зачем это надо? Америке точно это не надо. Надо, чтобы у нас было не развитие предпринимательства, а сырьевая страна. Поэтому, наверное, внешним донорам это точно не надо, это понятно. Но с точки зрения моей гражданской позиции, как думает Ольга Богданова, Ольга Богданова думает, что малый и средний бизнес нужно сохранить. Я в очень многих вещах, конечно, может быть, соглашусь с точки зрения там Министерства финансов. Действительно, у нас упрощенная система используется очень крупными компаниями для оптимизации налогов. Мы с вами говорили про IT-секторы. Я приводила вам примеры, что да, действительно выводится заработная плата. Но сказать, что у нас этот сектор сейчас нужно полностью убрать, убить, тогда давайте отвечать на вопросы, какие секторы экономики мы будем развивать. То есть у нас низкосырьевая страна. Вот я когда ребенку объясняю… А что такое низкосырьевая страна? Объясняю, знаете, очень просто. Можно посадить пшеничку, ее экспортировать и заработать, допустим, 100% прибыли. А можно эту пшеничку собрать, сделать из нее муку, спечь хлебчик, хлебчик заморозить и экспортировать. И мы заработаем там 400%. Вот разница, сколько денег останется на территории Украины. То есть какой будет ВВП. От этого зависит благосостояние нашей страны, наличие рабочих мест, сколько денег люди будут тратить внутри Украины, внутри страны и многое другое. И какими бюджетами будут распоряжаться чиновники, на самом деле. То есть какое экономическое развитие общей страны, какие мы отрасли будем с вами развивать. Ну сельское хозяйство, безусловно, я уже объяснила. То есть на сегодняшний день мы понимаем, что у нас раб с подсолнечник. Земля не бесконечна, она не может бесконечно тоже выращивать эти культуры. Это одно направление. Другое направление, что наше машиностроение, которое было развито из-за закрытия российского рынка, тоже лежит. Поэтому, ну хорошо, используют айтишники единую систему. Давайте повысим ставки, как мы это предполагали в нашем законопроекте 33.57 в Южанинском. Давайте ограничим объемы. Но полностью убирать эту систему это невозможно. Фактически то, что предлагает Минфин, упрощенку убивает. Кроме того, что было озвучено, компромисс нашли в коэффициентах. Да, действительно, оборот 2 миллиона. Да, действительно, в этом обороте 2 миллиона, вам по умолчанию первые два года будут признавать 85%. Ну, то есть, группа говоря, 300 тысяч у вас останется для обложения налогов на доходы физических лиц. То есть, вот эти 300 тысяч будут обложены по ставке 18. Но ведь еще есть и ЕСВ. По ставке 20, да? Совершенно верно. Так вот, если смотреть на сегодняшнюю редакцию закона, то ставка 20 будет применяться ко всему доходу. То есть, ко всем 2 миллионам без всяких вычетов. Значит, мы заплатим ЕСВ 20% с 2 миллионов и мы заплатим 18% с 300 тысяч. То есть, ну... Смотрите, тут даже как бы вот я разговариваю с бизнесменами и с экспертами, они говорят, ну, бизнесными самозанятыми людьми. Они говорят, что основное, что они видят негативного в этом проекте, который Министерством финансов, это даже не ставки, которые там, ну, они сегодня могут быть 7%, завтра 5%, послезавтра 3% или наоборот там 15%. А необходимость документировать потом, вести полную бухгалтерию. Говорит, вот я один человек, да, работаю, например, что-то делаю там, дизайн для какого-то сайта, вот занимаюсь этим, да? Я еще должен буду содержать бухгалтера, который мне будет постоянно все вот эти вот вещи какие-то расписывать. Нет, ну, во-первых, если вы будете использовать свои коэффициенты, да, по умолчанию применять, вы можете не вести никакой учет, то есть это книга дохода. Вот как сейчас оно есть, так и есть. Если вас устраивает платить налоги, собственно говоря, с полного объема 20% ЕСВ и условно с 15% ваших доходов, 18% НДФЛ, тогда, пожалуйста, пишите себе книгу доходов, сегодня получил 100 тысяч, завтра 50, послезавтра 300. Сдайте, пожалуйста, декларацию и все, и до свидания, заплатите вовремя свои налоги. Если же вы не согласны платить при вот умолчании, принятом таком коэффициенте расходной части, тогда, да, пожалуйста, начинайте вести учет. То есть это система, общая система налогообложения, которая действует и работает и сейчас для физических лиц предпринимателей. Она может быть применена и сейчас. Вы можете остаться на общей системе и, например, говорите, что у меня доход 2 миллиона, ну вот документы и все подтверждение, что у меня расходная часть составляет там миллион 940, да. Значит, вы налоги будете платить с чистой вот этой разницей. Вот механизм, он существует и сейчас. Нет, понятно, но если мы говорим про упрощенную систему, в чем опасность для предпринимателей введения вот этой новой системы упрощенной, до новых этих ставок, новых коэффициентов? Ну, просто у нас на самом деле не так и мало предпринимателей, у которых оборот свыше 2 миллиона. Во-первых, эта статистика, я думаю, которую озвучила министр финансов, не совсем достоверная. Во-вторых, с учетом, конечно, инфляции у нас много предпринимателей, у которых доход больше 2 миллионов. Это однозначно. И даже могу вам сказать, что по расчету министерства финансов, когда они планировали, делали расчетные документы, как повлияет на бюджет, увеличение ставки по НДФЛ и ограничение в упрощенной системе налогообложения, то они ожидали от этих процедур, правда, при ставке НДФЛ 20%, да, они ожидали плюс 25 миллиардов поступлений в бюджет. То есть, кроме того, предусмотрены кассовые аппараты уже с 1 июля 2016 года, хотя обещают 75% компенсации бизнесу за приобретенные кассовые аппараты. То есть, я думаю, что просто это существенное ограничение количества малого и среднего бизнеса, которые сейчас используют упрощенную систему налогообложения. И платить налоги на общей системе налогообложения они действительно не будут. Они будут просто уходить в тень. То есть, это, к сожалению, произойдет. Еще в Киеве это не видно, но если вы поездите по регионам, по районным центрам, по областным центрам, вы посмотрите, сколько людей они живут, как в 90-е годы. То есть, они что-то продают, они что-то где-то там находят. Ну, на самом деле, это ужас. В контексте еще и того, что у нас оставляют и НДФЛ для пенсии, все, что свыше трех минимальных заработных плат, то есть эта норма остается. Слава Богу, вот что для меня кажется, ну, для меня очень важным, да, и то, что было важно для каждого гражданина Украины, это то, что пока не поднимают ставку на медикаменты и… НДС на медикаменты. Да, НДС на СШНН, то есть они же предполагали поднятие с 7% до 20%. Ольга, скажите мне, пожалуйста, почему вот в любой стране мира, да, когда заходит обсуждение повышения или понижения налогов, все гудит, все средства массовой информации пишут только об этом. Только в Украине впечатление такое, что вообще это никого не интересует, кроме специалистов. Я считаю, что это категорически неправильно и на самом деле совсем не так. Может быть, я заблуждаюсь или живу в каком-то своем мире, но у нас есть, вот можно загуглить, платформа МСБ. То есть туда собрались все профильные ассоциации, союзы, которые представляют малый и средний бизнес, и они стараются действовать очень цивилизованно, да, уже по европейским стандартам, когда общественная организация представляет интересы бизнеса, имеет возможность влиять на законотворчество, общаться с депутатами. Именно к этому сейчас и стремится там малый и средний бизнес. И почему он выбрал именно вот такую модель, эволюционную модель, достижение своих целей и соблюдение своих интересов? Потому что, ну, хватит уже, мне кажется, смертей, хватит уже манипуляций. 31 августа, ну, до сих пор перед глазами, потому что я тоже была под Верховной Радой чуть-чуть раньше, чем эти события все начались, и оттуда уехала. С этой точки зрения уже просто люди устали. Люди устали от этой лжи, от того, что ничего не меняется, от того, что как воровали, так и воруют. Будут изменения, вот ничего не происходит. Пока общественность не давит какой-то пресс, ничего не происходит. Хорошо, завтра будут предприниматели под Верховную Радой, я так понимаю. Будут и под Верховной Радой, будут и в областных центрах. И работа идет очень мощная с депутатами. Я как раз считаю, что МСБ – это сегодня вот та сила, вокруг которой можно как раз саккумулировать депутатский корпус. И фактически он сейчас должен противостоять правительству. Потому что интересы крупного бизнеса, они уже соблюдены. И опять же, в чем концептуальное различие между 3357 и Минфиновским? В 3357 существенно менялся раздел по налогообложению прибыли, в котором говорили, что если ты оставляешь инвестицию в производстве, не облагаешь ее вообще, свою прибыль оставляешь, не облагаешь вообще никаких налогов. Но предусмотрено прямое налогообложение. Если ты пытаешься вывести эту прибыль за границу. То есть это в основном крупный бизнес с внешнеэкономической деятельностью, с иностранными инвестициями. То есть налогообложение прямое. Ройалти и так далее связанным лицам. Естественно, конечно, эта концепция, возможно, очень многим не нравится. Еще один вам аргумент говорю. Вот опять же, за счет кого приводится реформа? Мы сейчас вроде затронули МСБ, затронули налогообложение пенсий. ЕСВ. Единый социальный взнос. У нас сейчас 17 минимальных заработных плат облагаются. Все, что свыше не облагается. Вы знаете, какая цифра поступает, выплачивается выплат в виде зарплат премии, которые вообще не облагаются ЕСВ? 40 миллиардов. То есть это вот большие зарплаты. Да, то есть если я получаю 100 тысяч гривен, у меня начисленная заработная плата, грубо говоря, с 20 тысяч я плачу ЕСВ, а с 80 я не плачу ЕСВ. 40 миллиардов – это сумма, с которой не уплачивается ЕСВ вообще. Вот в южанинском законопроекте мы убрали вот этот кэп 17 минимальных заработных плат и говорили, что все крупные зарплаты должны облагаться. Давайте построим вот такой график и посмотрим. А что в законопроекте, в правительственном законопроекте? До 25 подняли. То есть это почему было так важно, большой бизнес это поддерживал. Потому что топ-менеджмент – это крупные зарплаты. Теперь о них облагаются 25 минимальных заработных плат, это пускай 30 тысяч. А все, что свыше 30, оно облагаться уже не будет. Но ЕСВ только, да? Подоходный налог все равно остается. Только ЕСВ, подоходный налог, он у нас достаточно, ну, невысокие ставки на сегодняшний день по сравнению с другими странами. Поэтому. Ольга, скажите мне, пожалуйста, вот налоги в Украине действительно достаточно низкие на сегодняшний день. Если мы говорим особенно про упрощенную систему налогообложения, почему не приходят в Украину тогда массово западные компании? Потому что у нас ничего не работает. У нас не работает судебная система. У нас непонятные, непрозрачные отношения с контролирующими органами. У нас нету стабильности. У нас полный беспредел. У нас нету прозрачности возмещения НДС, что тоже очень важно. У нас нету дешевых заемных ресурсов, средств. У нас ничего не работает и ничего не меняется. Поэтому и не приходят. Хорошо. Завтра предприниматели вот собираются под здание Верховной Рады Украины для того, чтобы, я так понимаю, отстоять этот налоговый кодекс в редакции законопроекта 3357. А на Ваш взгляд, его вообще будут голосовать? Вот 3357 или все ограничится только правительственным законопроектом? Я скажу Вам, что мы уже немало проделали работы для того, чтобы заставить пана Гройсмана поставить на голосование в порядок ДЭНы в первом чтении 3357. К сожалению, каких-то механизмов наше гражданское общество и бизнес не имеет. То есть это можно делать только через блокировки трибуны. Вот только вот так и больше никак. У меня очень большая надежда на наших депутатов. То есть я сегодня общалась и с секретариатом межфракционного депутатского объединения Депконтроль. И сегодня идет обсуждение в комитете. То есть мы знаем позицию нескольких депутатов, там Александра Кужель, Кирш. То есть их оппозиция однозначно, они не готовы поддержать Минфиновский законопроект. Вот как минимум с тем блоком упрощенки, который там заложен. Посмотрим, что будет завтра. У меня большая надежда. И честно говоря, мои предположения, что не будет принят ни один законопроект, ни второй законопроект. А что будет тогда? Украина будет дальше продолжать жить по тому налоговому кодексу, который есть сейчас? Ну, а дальше развитие событий будет, я думаю, может быть. Может быть следующим. Что в любом случае, то есть авторский коллектив 3357, он никуда не девается. Конечно, Нина Петровна Южанина, как представитель налогового комитета, она вынуждена будет работать с теми законопроектами, которые будут попадать в комитет. Но, во всяком случае, ее позиция как народного депутата остается неизменной. То есть она хочет провести либеральную налоговую реформу. И мы будем продолжать работать по 3357. Я вам сегодня уже говорила в нашей предбеседе, что 3357, на самом деле, это уже компромиссный вариант. Это уже компромисс как раз между бизнесом и депутатами, правительством. Там и так нас поставили в некие определенные рамки. То есть вот сейчас у нас есть идея дописать этот законопроект без этих рамок, провести серьезные обсуждения на платформе, как я уже сказала, платформа МСБ, обсудить с малым и средним бизнесом, какие могут быть редакции. Мы достигли принципиальной договоренности относительно снижения с 20 миллионов до 5. Тут нету как бы такой большой дискуссии ни у кого. И дальше продолжать работать. То есть постихонечку доводить до ума этот законопроект. Его время все равно придет. Если не сейчас с Яценюком, то завтра с каким-то другим премьер-министром. Это замечательно. Но лучше раньше, чем позже. Ольга Богданова, глава налогового комитета общественного совета при Министерстве экономики Украины, была гостью нашей студии. Спасибо, Ольга. Напоминаю, что завтра, 17 декабря, под Верховной Радой собираются предприниматели для того, чтобы попытаться депутатам объяснить необходимость принятия именно законопроекта 3357, который является наиболее компромиссным, насколько я понимаю. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова